Добрый день, дорогие дамы и господа! На связи с вами Игорь Порох. Мы сегодня с вами поговорим о рынке криптовалют, о новостях и о теханализе. Капитализация всего рынка сегодня 223 миллиарда долларов, доминутность биткоина 53,5%. В среднем настроение по рынку пока негативное, видим небольшой технический откат после хорошего длительного роста на рынке в целом. Но давайте сначала обсудим по новостям. Для тех, кто переживает, боится за амнезию, забудет свой пароль, свой кошелек, свой ключ, стартап под названием Carver собирается сделать пароль, который можно будет хранить в пробке с ДНК. Все это потому, что свыше 4 миллионов биткоинов на сегодняшний день полностью утеряны, восстановить их невозможно. Очень интересный стартап, более 28 человек заплатили уже по 1000 долларов за то, чтобы испытать данную разработку. Поэтому если вы переживаете, что вы потеряете свой ключ или же забудете его, то можете воспользоваться данной услугой от стартапа Carver. Возможно ли это был сигнал о бычьем рынке? В реддите трафик возрос впервые еще с 2017 года, то есть прошло уже более 8 месяцев. И в реддите наконец-то снова началась активность касательно биткоина. Нам не стоит не пропускать мимо ушей данную новость, поскольку вполне возможно, что понемножку уже пытаются раздвинуть всю толпу, которая будет заходить снова в рынок. Посмотрим, как получится новостному шуму снова людей затащить на предыдущие хаи. Коинбейс провел опрос, свыше 20% студентов владеют криптовалютой. И ряд некоторых институтов принимают оплату криптовалютой. Это не может нас оставить в стороне, поскольку если уже институты и академии принимают оплату криптовалютами, это уже многое о чем говорит. Битхам после того, как закрыли на месяц приток новых людей, новые регистрации, открылись вчера и за последние сутки на 70% волатильность увеличилась. Вот так вот понемножку уже и Корея входит в движение. Плюс еще на последней неделе уже обсуждается вопрос касательно бана ICO в Корее. Поэтому все вот эти вот новостные шумы как раз-таки могут нас всех сподвинуть, потому что, возможно, бычий рынок уже не таки далеко. Сейчас посмотрим по рынку в целом. Мы видим, что мы уперлись в уровень 7090 долларов. Очень интересный такой вот уровень, поскольку в предыдущий раз здесь был некий уровень поддержки, который нам позволил еще недельку вырасти на 700 долларов, полторы недельки, потом все-таки мы упали, свалились. Здесь мы снова оперлись об этот уровень. Немножечко будет откат до 6700 долларов, где мы наберем позиции, и со второго раза будем пробивать этот уровень 7090 долларов и расти к предыдущим хаякам. Это то, что вижу я сейчас по биткоину в целом. По эфиру ситуация не радужная, все так же он скатывается к уровню 270 долларов. Если мы не удержимся выше уровня, 270 долларов, есть потенциал сходить на уровень 190 долларов. Я здесь сделал отметку себе, 190 баксов. Это не очень радужный анализ, возможно, будет для тех, кто холдит эфир и переживает за эфир. Но я говорю то, что вижу, это мои личные сутиные догадки, мое мнение и мое видение по эфиру на сегодняшний день. По вашим заявкам, BNB токен, мы видим, что он зашел вообще в канал, зашел под 200 скользящий средний. Цель, скорее всего, его будет в ближайший момент это 2.014232. Если не удержится на этом уровне, то есть возможность провалить эту полочку и пойти еще ниже, поскольку очень большие медвежьи свечи у нас полностью седают все предыдущие росты и могут, попытки к росту и могут свалиться глубоко вниз. Проект InCash очень печально выглядит пока, что нет признаков сильных к росту. Если мы будем говорить о росте InCash, нужно преодолеть сначала отметку в 5 на листу 29 тоши и только тогда мы будем говорить о росте. В целом проект очень перспективный и с фундаментальной точки зрения, но пока мы видим очень сильная продавлена цена и никаких признаков к росту сейчас мы пока не видим. Повторю еще раз, будет хорошо обратить на этот проект внимание только после того, как мы преодолеем отметку 50 скользящих средних на уровне 5 на листу 130 тоши. И по завершение КСЭМ. О КСЭМе мы говорили, что проект, я еще может кто-то вспомнит, в месяц назад говорил о том, где мы еще были в этом районе, что лучше от КСЭМа пока что избавиться, поскольку перспективы у него не очень заоблачные, о росте и что после пробоя уровня 4.029.32 вполне вероятно мы будем нацелены на отметку в 4.011. То, что мы в принципе сейчас и видим. КСЭМ уверенно движется к отметке 4.011.41, поэтому перспективы у него пока что не видим, вполне вероятно, что он будет стремиться к этому уровню. Так, друзья, на этом я буду заканчивать. С вашей стороны жду лайки, комментарии, подписки, колокольчики, если хотите узнать, какие монеты, что мы будем рассматривать в следующем выпуске. Ваши комментарии обязательно буду я принимать к сведениям. На связи с вами был Игорь Корох. Всем большого профита и попутного тренда. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok